Здравствуйте, дорогие цветоводы! Мы потихонечку движемся к окончанию нашего цветочного сезона. И венцом года является пересадка. Мы начали с пересадки пионов, показывали вам как делили их под ивой, а теперь привезли на поле и высаживаем. В чем заключается у нас суть процесса пересадки пионов? Для начала мы готовим землю, привозим супесь, смешиваем ее, перепахиваем, чтобы получалась вот такая вот чудесная рассыпчатая земля, в которую мы будем сажать пионы. Это позволяет нам, во-первых, не вносить никакие дополнительные удобрения, только хорошая земля и хороший полив. И в следующем году, через два года, эти пионы будут гораздо легче копать, чем из глинистой земли. У нас наши традиционные бирочки, на которых мы пишем название сорта. Девочки раскладывают деленочки, которые мы привезли из-под ивы. Вот, примерно, между деленками, примерно, ну, сантиметров 10. Вот, вот. Ну, почему 10 сантиметров? Потому что мы сажаем его на два года, не на постоянное место жительства, а здесь они на два года. Через два года мы будем выкапывать, часть отправлять в посылках, а остаток, как задел на следующие года, будем делить и сажать, но только уже не на этот участок, на котором росли пионы, а на какой-то другой, где пионы несколько лет не росли, чтобы те пионы, которые входят по падалице, не испортили нам картину с пересортом. Сейчас девушки будут раскладывать до конца ряда, я записываю все в тетрадь, ведем учет каждой посаженной деленки, а ребята потом вручную лопатами будут засыпать вот эти пиончики. Надо, чтобы сверху было сантиметров 5 земли, я вот на одном руками покажу, они лопатами засыпают. Обязательно все почки отправляем под землю, наверху почки не оставляем. Сверху верхней почки, вот она у нас верхняя почка, сверху верхней почки должно быть 5 сантиметров земли, с учетом того, что она к зиме чуть-чуть сядет. Ну, знаете, это сантиметров 7, наверное, нет? Нет, 5, она чуть-чуть сядет и будет сверху 3 сантиметра. Сейчас должно быть сантиметров 5, а потом она подсядет 3 и... Потому что чем, если вы сильно глубоко закопаете пионы, они будут плохо цвести, будут долгие на цветение. Можно, конечно, сверху и вот так земли насыпать, с ним будет все в порядке, но зацветет он у вас через 4 года. А если сделать земли сверху 5 сантиметров, она так чуть-чуть подсядет на сантиметрик, зацветет быстро, через год, через два, в зависимости там от сорта и от вашего климата. Хорошо, ну так, посадка, скажем так, коммерческая. А если будут сажать люди дома, как кем сажать, на каком расстоянии, на какой глубине, то же самое? Если сажаете их на постоянное место жительства, то между кустами расстояние делайте сантиметров 60 минимум, а если хотите какой-то наук прям, чтобы он у вас там рост 20 лет и превратился в большой куст, то минимум метр должен быть между кустами пионов. Но сверху тоже сильно не засыпайте. Он сам потом себя углубит, насколько ему надо. Надо, чтобы не было наверху почек и к зиме он был присыпан 5 сантиметрами земли. Отлично. Огромное спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. До новых. Субтитры создавал DimaTorzok